Всем доброго дня, меня зовут Надежда, приветствую вас у себя на канале. Сегодня хочу немножечко высказать свое мнение и одновременно ответить на запрос, поступивший ко мне в личное сообщение в ВК от зрительницы моего основного канала, скажем так, на тему именно знакомств в интернете, и на сайте знакомств, и не только, и в личной жизни тоже. Запрос звучит так, как отсеять лишних, ненужных вам мужчин по жизни, дабы найти, встретить своего подходящего именно для вас. Лишних и ненужных имеется в виду для вас неподходящих, абьюзов, арбузов, нарциссов и прочую ересь. Также сюда попадают сыночки-корзиночки, мамкины сынки, также сюда попадают жмоты несосветные и прочее, прочее. Что могу сказать по этому поводу? Нужно, наверное, просто оставаться с собой. И не забывать озвучивать свои желания. Именно свои желания, я сейчас повторюсь, наверное, да, это не требования к мужчине, выставленные, нет, ни разу нет, а именно ваши искренние желания. Допустим, хотите вы замуж? Прямо об этом говорите. Хочите вы денег, да, содержания? Прямо об этом говорите. Хотите просто свободных отношений, либо гостевой брак по выходным? Прямо тоже об этом говорите. То есть это должно идти от вас, от души, что называется. Не нужно играть чьих-то ролей, да, ролей. Если, скажем так, вы прямо обозначите, что вы хотите денег, жмоты отпадут с самой собой, да, если озвучите, что вы хотите замуж, соответственно, от вас сбегут те, которые приклеились к вам, скажем так, на ночь, ну и так далее. Я не думала, что не нужно особо объяснять, для чего это нужно. Отсеиваются именно те, кому мужчины будут отсеиваться, кому с вами не попусти, абсолютно. И наверняка найдется тот человек, к вам встретится, который будет по жизни ваш и по жизни с вами, условно говоря, да. Возникнет резонный вопрос. Есть ли вероятность того, что женщина так и останется одна, никого не найдя? Да, есть. Не отрицаю. Есть ли вероятность, что все-таки женщина кого-нибудь встретит? Никого-нибудь, давайте так. Подходящего для себя мужчину, именно подходящего для жизни. Вероятность такова есть? Да, есть. Поэтому здесь всегда выбор за вами, либо хватать то, что вам дали, как говорится, неизвестно, где валявшийся, завалявшийся, протухший продукт, да, на продавленном диване, либо же все-таки поискать человека, подходящего для себя, да. Как выражается иногда мужчина, годного, или отец негодного, да, для жизни, выражаясь мужским языком. Я надеюсь, что я понятно объясняю, говорю и выражаю свои мысли, да. То же самое можно сказать и про людей в частности, да, про окружение, про наших родственников, якобы друзей, потому что друзья иногда не друзья, да. И в принципе наше окружение в целом соседи и прочие-прочие коллеги по работе. В принципе, это применимо и сюда же. Поэтому, если была вам сегодня полезна, надеюсь, что была вам полезна. Мое мнение вы услышали, оставляйте свое в комментариях, тактично и дипломатично. А я буду закругляться. На сегодня все, спасибо за внимание и пока. Спасибо.